Здарова, с вами Арталаски и добро пожаловать на мой канал по созданию игр. Не так давно я делал ролик, в котором рассказывал про свою первую игру на юните. Там было множество пиратских моделек, собственно как и сам движок тоже был спирачен. И тем не менее игра все равно получилась диким дерьмом, но почему-то многим все равно понравилась. В любом случае, как я и обещал, после того как игра пройдет Greenlight, я начну ее переделывать, добавлять туда своих моделей, сделаю в общем из нее хорошую нормальную игру. И собственно этот день настал уже достаточно давно, игра уже прошла Greenlight как минимум недели две назад, всего она провисела там буквально 11 дней, но скорее всего это благодаря тому, что эпоха Greenlight кончилась и настал Steam Direct. А теперь же я создаю модельки для этой игры. Вот кстати вы сейчас видите одну из них. Здесь всего 5000 полигонов, что равняется десяти тысячам треугольников и в принципе для современных шутеров это более чем нормально. И 600 треугольников сам Bolt, даже если возьмем это оперение, то 624 треугольника. Но для него еще нужно будет сделать Lot, это такая моделька, которая повторяет свой оригинал, но при этом имеет гораздо меньшее количество полигонов и текстуры более низкого разрешения. С помощью них как раз таки имитируется отдаление объекта, так как он сразу теряет свою детализацию, четкость и все в таком духе. Ну и конечно же это сильно влияет на оптимизацию. Но про лоды мы еще с вами успеем поговорить, а сегодняшнее видео у нас посвящено 3D Max, а точнее его основам. И давайте сейчас спрячем этот арбалет. Кстати, если кому-то интересно посмотреть сетку, то вот так вот. В будущих роликах мы будем уже красить эту модельку арбалета и вставлять его непосредственно в Unity. И да, не надо спрашивать мне, что это за модель, я понятия не имею, так как придумал ее сам. Но будет забавно, если вы найдете какой-нибудь реальный аналог. Что ж, давайте переключимся в тот вид, который у вас скорее всего будет при запуске этой программы. Здесь у меня все-таки уже настроено немного под себя, потому что, как вы знаете, я очень не люблю много лишних кнопок. А если вы вдруг тоже успели накосячить с интерфейсом и что-то здесь убрали, нажимаем Customize и возвращаем все на стартовый, так сказать, режим. Вот с помощью вот этого пункта. Подтверждаем. Однако этого будет недостаточно, поэтому идем еще в менюшку, которая сейчас у вас называется Workspace Default. Здесь мы можем выбрать любую рабочую область, но я как бы сейчас просто нажал на Reset to Default State, то есть я возвращаюсь все к стандартному виду, как он при первом запуске. И на первый взгляд может показаться, что здесь слишком много лишнего. Ну а сейчас мы здесь все настроим как надо и как бы ничего лишнего здесь не будет, страшно тоже не будет. Конечно, можно оставить все так, как есть, потому что возможно кому-то так будет намного удобнее, но опять же, а я показываю как сейчас было у меня, потому что в моих роликах будет выглядеть именно так. Поэтому зажимаем за вот эту вот полоску и убираем вот этот бар вообще куда-нибудь в сторону. То же самое делаем с вот этим. Так, они у нас просто переместились на разные места. Вот так. А здесь нам в принципе больше ничего не нужно менять, но для удобства я еще делаю вот такую штуку. Вот эту панельку я растягиваю на два сектора, а больше в принципе смысла нету, хотя на три тоже иногда бывает удобно. А собственно зачем я это делаю? Давайте выберем, допустим, часть вот этой модели. И мы видим здесь много-много разных кнопок, надписей, каких-то галочек. А как бы сейчас пугаться этого не надо, мы все это использовать не будем. Нам здесь по сути нужны будут только несколько кнопок. А если у нас будет все вот так в одну линию, то нам придется постоянно вот так вот перелистывать. То, что у меня, например, не помещаются все нужные функции вот здесь, вот в этом участке. Вот я выбрал, допустим, полигоны, опустил, выбрал, что мне здесь надо. А допустим, мне надо вот эту вот далекую функцию, и она здесь достаточно далеко. Допустим, здесь что-то нажал, и обратно приходится так переключаться, потому что мне надо что-то выбрать вот здесь. А, конечно, те, кто поопытнее, они уже используют горячие клавиши. И, в принципе, вот эти кнопки им вообще особо не нужны. Но так как это видео все-таки больше ориентировано для новичков, то как бы, а я думаю, об этом стоит рассказать. Растягиваем просто за край, и все вот эти вот нужные функции у нас здесь справа. В принципе, на три сектора тоже достаточно удобно, но мне лично будет немного некомфортно, так как здесь маловато места. В любом случае, ничто не мешает его вот так вот растягивать в любое время. Так как, например, с вот этими группами сглаживания нам приходится работать немало времени, но это, опять же, какой-то определенный этап работы. Например, на самом моделировании мы его особо часто использовать не будем. Поэтому нам будет достаточно вот этих вот двух стэков. Когда же мы будем работать с группами сглаживания, мы можем вот так его просто растянуть и уже работать с ними более удобно. Далее, все вот эти четыре окна нам тоже сейчас не нужны, но и убирать мы их не будем, потому что в любой момент они нам могут понадобиться. Больше даже из-за того, что удобнее смотреть сразу, как в нескольких проекциях выглядит модель. Конечно, я могу просто в одном окне, нажимая на горячие клавиши, смотреть, как она выглядит с разных сторон. Но мне, например, будет гораздо удобнее, если я смогу это смотреть в разных окнах. Предположим, я хочу расположить вот эту вот стрелу вместо вот этой вот голубой штуки, которая как бы ее имитировала первое время. Все, что мне нужно, это просто как бы ее выбрать и уже, например, здесь мне сверху удобнее посмотреть, сразу подвинуть, чтобы она была четко посередине. А здесь уже в этих проекциях я как бы сразу вижу, находится ли она на уровне или ниже или выше. В общем, мы к этому как бы еще вернемся, а пока что не будем заморачиваться. Давайте теперь запомним несколько полезных горячих клавиш. Первое это Alt-V, точнее, извиняюсь, неправильно назвал, Alt-W. Оно максимизирует выбранное окно, причем вам не обязательно на него куда-то переключаться, достаточно просто навести курсор и вы будете при нажатии Alt-W переключаться в то, где стоит этот курсор. Окей, переключились в одно большое окно и теперь давайте разберемся с навигацией. Значит, колесико мыши у нас позволяет делать такую панораму, то есть мы можем вот так вот хватать и удерживая левую кнопку мыши, перемещая, так сказать, панораму нашей камеры. Далее, удерживая Alt и колесико мыши, мы можем изменять угол наклона. Ну, естественно, прокручивая колесико мыши, мы можем изменять масштаб. Однако здесь есть такой момент, что удерживая Alt, мы как бы уменьшаем и приближаем его на меньшее значение, то есть не так резко и не так быстро, для более, так сказать, детальной наводки. А здесь тоже стоит учитывать такой момент, что сейчас у нас включена проекция ортографическая, то есть как бы все линии, они не сводятся ни в одной точке, в отличие от перспективы. Чтобы переключиться на перспективу, нужно нажать клавишу P, либо выбрать ее вот здесь. Ну, естественно, горячими клавишами быстрее и удобнее, и вид, естественно, тоже здесь разов меняется. А чтобы переключиться обратно на ортографию, нажимаем клавишу U. В перспективе и ортографии значения приближения могут отличаться, что не всегда удобно. Допустим, мне нужно приблизить вот этот приклад, но я вот сейчас кручу колесико, и он прям очень-очень медленно вот так все прикручивает и практически ничего не двигает, то есть реально неудобно. Если переключиться сейчас в ортографию, то уже как бы с этим попроще. Но, опять же, это не выход. И для того, чтобы, так сказать, навестись сразу на наш объект, который нам нужен, а есть такая клавиша горячая Z. Она центрирует выбранный объект практически посередине камеры. Но так как у нас здесь объект достаточно большой, то у нас как бы наводка была как раз именно вот на вот эту середину. А выберем сейчас что-нибудь поменьше, например, вот это крепление. И у нас вот так вот сразу он отмасштабировался. Окей. А давайте теперь создаем сейчас новый документ. А можно это сделать с помощью клавиш Ctrl N. И нам здесь предлагают три варианта. А полностью как бы очистить все и просто создать пустой документ. Либо создать новый документ, но оставить на нем все эти объекты. И, наконец, оставить объекты и их иерархию. Я выбираю сейчас создать просто новый. Так, и нажму Z, потому что я где-то потерялся. А сейчас у нас здесь просто ничего нету, потому что здесь даже не отображается сетка. Нажав клавишу G, у нас появляется та самая сетка. А стоит заметить, что при переходе в различные проекции она меняется. Допустим, перейдем в ортографию. И она у нас вот так вот растянулась. Получили такую вот изометрию. Все же, давайте снова перейдем в перспективу. И создадим какой-нибудь примитив. Для этого нажимаем на вот эту кнопочку Create. У вас она, скорее всего, изначально будет включена и активна. И здесь мы можем выбрать любой из примитивов, которые хотим создать. Они также разделяются на подкатегории. То есть здесь может быть не только примитивы, но еще и различные объекты из других категорий. А также можем выбрать из выпадающего списка другие, так сказать, тоже примитивы. Например, расширенные, скомпонованные, систему частиц и так далее. Но мы просто нажмем на Box и создадим его сюда. Если мы просто нажмем где-нибудь в пустом месте, то ничего особо не произойдет. И здесь, кстати, мы можем выбрать создавать либо вот такой прямоугольник, коробку, либо создавать именно куб. Тогда сразу будет он вот так вот создаваться. Есть еще и третий способ. Просто ввести здесь заданные варианты. Допустим, знаете, везде напишем P5. Точнее, это надо делать не здесь, а во вкладочке выше. Keyboard entry. То есть клавиатурный ввод. А здесь мы задаем позицию, а здесь уже его размеры. И нажимаем кнопку Create. Иногда это может быть полезно, но в большинстве случаев гораздо, так сказать, удобнее и быстрее создать уже, так сказать, самому. Растянуть как надо. А, кстати, нажму Z, чтобы сфокусироваться на нем. И раз уж мы заговорили про растяжение, то есть у нас три таких инструмента, как перемещение, вращение и, собственно, масштабирование. О, еще остановимся на них поподробнее, но пока что напомню про горячие клавиши. Просто нажав Q, мы переходим на, так сказать, выбор объекта. Это удобно, когда нам нужно выделить, например, какой-нибудь полигон или вершину. Но бывает так, что выделяя, мы можем случайно его вот так вот сдвинуть и как бы особо не заметить. То есть вот я сейчас просто выделил, рука чуть-чуть дернулась и сместилась. Вот, чтобы такого не происходило, просто нажимаем на Q и уже выбираем спокойно, как нам надо. А здесь мы уже ничего такого не сделаем, не сдвинем. К слову, чтобы снять выделение с объекта, нужно, удерживая Alt, снова на него нажать. А чтобы выделять несколько объектов, нужно удерживать Ctrl. Как видите, я сейчас показал это на полигонах, но это все работает также и с объектами. Давайте вот так вот сделаем. То есть также удерживая Ctrl, я их могу вот так вот выделять, а удерживая Alt, могу с них выделение снимать. И раз уж мы подошли к копированию, то скопировать подобным образом можно просто удерживая Shift и как-либо изменяя объект. То есть я могу либо его перемещать по определенной оси, и у нас появляется вот такое окно Clone Options. А здесь у нас есть три варианта Copy, Instance и Reference. Выбрав этот параметр, мы собственно создаем независимую копию, с которой можем сделать все что угодно. То есть если я здесь возьму, например, вот эти четыре полигона, о том как их выбрать и что-либо с ними делать, я еще обязательно расскажу, но позже, поэтому пока что не переживайте. Так, а если я захочу сделать, так сказать, зависимую копию, а то мне нужно выбирать Instance. Теперь, если я что-то буду делать с этой копией, то я буду это как бы транслировать и на все остальные похожие объекты. Это удобно во многих случаях, особенно если нужно сделать что-то вроде вот такого вот. Так, а мы можем выбрать здесь количество копий, давайте допустим сделать 15, и на тот отрезок, который мы как бы его перетащили, так, я сейчас опять потерялся и клавиша Z спасает. Вот, и как бы все эти кубики, они с одинаковым отрезком здесь также и создались. То есть если я создам здесь отрезок побольше, например, вот такой, то вот так вот они и протранслируются. Окей, это пока можно убрать. Вот, и в принципе, чем удобен Instance, а если нам нужно одновременно менять сразу все вот эти вот объекты? Это может быть вообще что угодно, и как видите, достаточно все быстро поменяли. А при этом, если я буду просто как-нибудь растягивать вот так вот объект, как-то его поворачивать, то все эти объекты не будут до себя принимать такие же параметры. Что касается третьего пункта Reference, то он практически не отличается от Instance. Да, у них есть определенные различия, но пока что не будем забивать этим голову. А даже если просто сейчас создам вот такие вот три копии и что-то также изменю на одном из них, то это также просто изменится на всех вот этих кубиках. Окей, давайте теперь все это сотрем, удалим все эти объекты. Для этого нажимаем Ctrl-A, чтобы выделить все. И я, пожалуй, выделение сниму с самого первого нашего кубика, ну почти с самого первого. И нажав клавишу Delete, удалю все эти объекты. Хорошо, с перемещением мы разобрались. Не забываем, что то же самое можно делать, например, с вращением. То есть вот так его повернем, удерживая Shift. И также можем сделать, например, несколько копий. Допустим, вот так три. И получаем вот такую штуку, которая нам, в принципе, не нужна. По крайней мере, ее не нужно получать именно вот таким способом. Вообще, мы еще позже разберем массивы в 3ds Max. Они, естественно, отличаются от массивов программирования, но тем не менее тоже достаточно интересные. Вообще, чтобы вращать какой-либо объект... Кстати, горячая клавиша для вращения AI. Ну, по-русски она выглядит как E. А то есть, запомните, вот эта вот стандартная QWERTY, которая находится под цифрами. Q у нас выбирает просто курсор, которым можно выделять объекты. W у нас отвечает за перемещение. Затем E отвечает за поворот. И, наконец, R отвечает за scale, то есть за масштабирование. А дальше уже T у нас идет просто проекция сверху, поэтому нам она не очень интересна. Тем не менее, давайте сейчас переключимся обратно. Для этого я нажму клавишу P, чтобы переключиться обратно в перспективу. И теперь уже просто удерживая ALT и колесико мыши, поверну так, как мне надо. Что ж, хорошо. Основные моменты мы разобрали. В следующем уроке мы начнем с привязок и создадим простенькую модельку. А пока что на этом все. Подписывайтесь и ставьте лайк, если это видео вам понравилось и оказалось полезным. С вами был Artalaski. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok